Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Продолжаем работу в прямом эфире. Человек, который в особом представлении не нуждается. Олег Буров у нас сегодня в студии. Бывший мэр Риги. Один из лидеров ЧЕС служить Риги. Вот, хотя вы сейчас не городоначальник, но если были бы, обязательно к вам бы посыпались вопросы в связи вот с сегодняшним таким происшествием. Не знаю, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Сначала думали, что это фотошоп, когда стали распространяться эти фотографии о том, что произошел такой обвал и провалилась машина прямо в центре города на улице Гертрудес. Прямо недалеко от департамента сообщения Рижской думы. Он тоже находится на Гертрудес. Это символично. Мерседес тоже провалился, но так-то Мерседес быстро сам выполз, а вот БМВ выполз и не смогла. Такие вещи бывают в городах. Это, конечно, ненормальная ситуация. Это значит, что это проблема с теплосетями. Уже Рига Силтон взял эту ответственность на себя. Но я думаю, что это сейчас место многим кандидатам и депутатам. Сейчас буквально место для их рекламы. Думаю, что сейчас появится в социальных сетях комментарий. Вот вы видите, я не депутат, и поэтому это произошло. И все провалилось. Да, и все провалилось. И все провалилось. Я думаю, на этом будут пиариться различные партии с различными взглядами. Но мы это делать не будем. Ситуация, естественно, ненормальная. Понятно, это говорит о том, что сети, вообще-то больше не теплосети, а больше вот сети Рига Суданс, они находятся, конечно, старые. Мы это видим не только по таким ситуациям. Но часто же видно, что есть яма, которая формируется из-за того, что где-то идет этот потоп внутри, или в асфальте, или в брусчатке. Мы это видим. И в центре города те, кто живут или работает в центре города, видят качество воды. Вода тоже засоряется. Это, конечно, из-за старых сетей. Поэтому, естественно, эти сети менять надо. Конечно, очень хотелось, чтобы на такие работы были выделены европейские деньги, но их на это не хватает. Но что я хочу сказать, у Рига Суданс, например, очень эта работа организована быстро. Они стараются сразу же выезжать и ремонтировать то же самое Рига Силтумс. Ну, что ж, перейдем, может быть, к другим вопросам, не менее актуальным, даже более актуальным. То, что мы хотели поговорить о том, к чему вы все время призываете теперь временную администрацию, поскольку, думаю, нет, это использовать летнее время для необходимых ремонтов. Может быть, мы по этим вопросам и пройдемся. Я так понимаю, что в этом году тоже пройдут ремонты школ, детских садов по плану внутриквартальных дворов. Может быть, несколько слов об этом. Что вам известно? С учетом того, что все-таки долгие годы руководили еще до избрана. В этом году были выделены деньги. Вот если мы возьмем за основу мое распоряжение февральское, которое легализовало проект бюджета этого года. Отсутствие бюджета. Отсутствие бюджета, потому что тогда депутаты отказались голосовать за бюджет, отказались приходить депутаты, позиции, бывшей позиции, да, и мы остались партией, честь служителей, одни только, да, поэтому я тогда своим распоряжением легализовал бюджет. Я еще раз хочу сказать, что это было в данном случае удачно с двух точек зрения. Первое. Была поднята зарплата воспитателям детских садов на 100 евро, и было понятно, что администратор, который придет на замену мне, Рижской думе, он не сможет чисто по-человечески отменить, уменьшить эту сумму, поэтому эта перебавка к зарплате осталась, она такой и будет, это с 1 февраля, и фактически почти все инвестиционные проекты, которые мы планировали, они остались уже потом в принятом администраторам бюджете, за исключением, увы, парка Эспланада, брусчатки, за исключением, увы, ремонтных работ в первой больнице, создание двух операционных залов еще одного дополнительного оперблока в бывшем 17-м корпусе. Вот этого, увы, нет. По-моему, это основное, да? А, убрали еще посадку, 300 тысяч деревьев уменьшили по улицам города, ну вот это. Остальное было, и 2 миллиона было выделено на внутриквартальные улицы, это было на 200 тысяч больше, чем в прошлом году, там было 1 миллион 800, конкурс прошел, немножко, конечно, с этим затянули, но, я думаю, ничего не поздно, сейчас, как я понимаю, уже ремонтные работы начаты, и, ну, есть список, я думаю, сейчас его просто будет долго называть во время нашей радиопередачи, но факт тот, что во всех трех дирекциях ремонтные работы происходят, в основном, это не асфальтирование, это брусчатка, и я предлагаю вам, жильцы, если вы видите, что ремонтные работы как-то проходят, вам кажется, как-то подозрительно, может быть, не столь активно или не столь как-то организованно, если вы что-то видите, возникают вопросы, звоните, и звоните, я думаю, в исполнительные директора, дирекции трем районам, сообщайте, но они должны реагировать, я думаю, что это было бы самое правильное, потому что ремонтная работа происходит во многих объектах, и, конечно, их контролировать нужно. Если мы говорим о школах и детских садах, там ситуация следующая, поскольку были все эти деньги выделены вначале, прошли конкурсы, ну и потом, ну, слово, наверное, благодаря вирусу оно неправильное, но реальная ситуация была следующая, что школы после каникул опустили, и учебного процесса не было, и строители смогли спокойно зайти в школы и начинать ремонтировать. Это первое. Второе, учитывая то, что в детских садах, загруженность детских садов в марте-апреле была где-то от 11 до 14%, фронт работ строителям могли предоставить детские сады тоже. И вот если мы говорим конкретно, 51 детский сад, ремонтные работы, в основном я сейчас говорю о маленьких ремонтных работах. Что такие маленькие ремонтные работы? Это в денежном выражении где-то порядка, ну, самая большая, может быть, сумма от 68 тысяч, я вижу, но в основном где-то в районе 25-20 тысяч. Это ремонт, если вот такая сумма, около 20 тысяч, ремонт группы, ремонт лестницы проема, ну, все полностью лестницы и перила, ну, косметический ремонт, что зачастую нужно. Это все ремонтные работы, они делятся так, было выделено 51 заведение, детский сад, 6,3 миллиона, и ремонтные работы уже закончены в 21 детском садике. В 18 садиках ремонтные работы продолжаются, причем в некоторых, как, например, детский сад, там, Мэш-Темс, соответственно, в Мэш-Темсе, в Ай-Вилгу-Темсе или в Илгу-Темсе, там уже ремонтные работы закончены на 90%. Ну, есть такие, где их только что начали, как, например, на Мотору, на Акас, детские садики, и есть садики, в которых ремонтные работы, таких 11, будут начаты в июне. Но что я хочу сказать? Кроме того, происходят большие ремонтные работы в садиках для того, чтобы обеспечить больше, чем 500 мест 1 сентября новыми детскими, новыми местами, местами в детских садах. Это, где происходит ремонтная работа полностью в одном или пустующем здании, или происходит, ну, какая-то оптимизация, это на Мотору, это в Золе туда, это на улице Мотору, это у нас Илгуцемс, на улице, на улице, на улице Стокгольма, это в Межапарке, в 80-й школе, и на улице Парслас, это район улицы Нометню, ближе к 61-й школе, ближе к больнице Страдания. Эти ремонтные работы происходят. Про школы. В школах выделена, это 31 школа, выделены денег, 4,8 миллионов без европейских денег. Об этом я скажу немножко попозже. И 24 ремонтных школы, ремонтные работы происходят сейчас в 24 школах, еще в 4, они будут начаты в июне. Ну и, например, меняется канализация в Пурцемской школе, это на улице Браткална, в Ханзес школе, 45-й, земель в Волосос, в 34-й школе на 192 тысячи происходит ремонтная работа, в 71-й школе в очередной раз мы там каждый год стараемся тоже что-то ремонтировать, это в Илгусе, у них два здания происходят ремонтные работы, спортивный зал в Анын, мы же в школе, в Ингрушан, это школа, это гимнастическая школа, в 86-й школе, ну, короче говоря, в 86-й школе это территория, это наилокская школа в Плявниках. Короче говоря, все ремонтные работы происходят, и все в порядке, я могу вам всем, дорогие рижане, гарантировать, что эти ремонтные работы будут спокойно закончены 1 сентября, почему я так говорю сейчас, я не хочу этот вопрос политизировать, просто я знаю, что на самом деле этим занимается департамент имущества, они это все сделали заранее, проводят, контролируют ремонтные работы, и поэтому все будет, как всегда, к 1 сентября закончено. Говоря о больших ремонтных работах, три больших объекта, где происходят ремонтные работы к 1 сентября, а мы с вами очень надеемся, что 1 сентября будет нормальное, 1 сентября, с цветами, на самом деле, день знаний, где мы все родители приведем своих детей, или они уже придут взрослые сами в школу, но 1 сентября будет. Ну вот так, большой проект, это на 11 миллионов, это в том числе европейские деньги, это строительство большого еще одного корпуса, Англию гимназия, на улице Звардос, вместе с благоустройством территории, вот этот корпус, это будет построен, сдан в эксплуатацию. И две школы, это наши самые большие школы в Риге, и большие школы в Латвии, Рижская классическая гимназия, самая большая школа в Латвии, больше 2000 школьников, по-моему, 200, и 1500 школьников, Золи Тудская гимназия, это вторая школа, в Риге по численности школьников у них, откроется 1 сентября, пристройки, большой корпус будет пристроен, корпус, лабораторный корпус, где новые современные классы физики, химии, биологии, будет, ну это не актовый зал, это такая, большая аудитория, как в ВУЗах, с подъемом, с такой лестницей, больше чем, по-моему, на 100 человек рассчитана, библиотека, то есть это будет современный корпус, самая главная лаборатория. Такого оснащения лабораторий в Риге пока еще не было. Есть в других школах в Латвии, в некоторых, но в Риге еще не было, это первый такой проект. На каждый из этих корпусов пристройку выделено порядка 7 миллионов, это тоже европейское софинансирование, и тоже, я хочу сказать, все это будут работы закончены 1 сентября. Вот это, я, так скажем, отчитался о тех ремонтных работах, которые сейчас проходят. Кроме того, это другие европейские деньги, которые сейчас в плане разогрева экономики выделяет Министерство среды по делам самоуправления, ворам на город Ригу, и на этой неделе объявляются конкурсы на утепление крыш в школах, три лота, общей стоимостью 4 миллиона, порядка полутора миллионов на регуляторы батареи отопления, которые позволят экономить где-то до 30% отопления. Да, это ворам деньги, их еще нет, они будут где-то через, ну, так скажем, несколько недель в июле, но конкурсы объявляются, конкурсы, да, департамент имущества объявляет, и последний, порядка тоже 4 миллионов, это будет одним лотом, одним лотом на утепление фасадов школ. На следующей неделе, и вот последующей неделе до Лига, будут объявлены конкурсы на утепление фасадов детских садиков, я не могу сказать общую сумму, но, по-моему, детские садики общей суммой там будет где-то порядка 9 миллионов. То есть, вот где-то общая сумма будет до 15 миллионов. Ремонтная работа, я хочу сразу же предупредить Рижан, особенно тех, у кого дети идут в детские садики, в школы, где будут проходить это утепление, утепление фасада будет происходить где-то за 3-4 месяца, его нельзя сделать за месяц, поэтому надо настроиться, что ремонтная работа будет происходить параллельно учебному процессу, но, естественно, нужно требовать, чтобы это все происходило однозначно соблюдением мер безопасности, и так, чтобы все делать постепенно, например, в первую очередь, надо утеплять, пока не начался учебный год, те стены, где выход в классы, потом, когда начнется учебный год, тогда можно утеплять ту стену, где идут коридоры, и нет ежедневного учебного процесса. Но других вариантов нет, потому, что физически эти деньги государство может только предоставить в конце лета. Что касается, вот, какова есть информация, что касается ремонтов улиц и так далее, вы просто разгорели, что очень важно некоторые объекты начать вообще ремонтировать, и мосты. Ну, ждем, когда начнут ремонтировать улицу Чака. Я вам, увы, не могу, я, может быть, скажу на следующей неделе, узнаю, какая там ситуация, но мы видим, что по улице Бруненеку уже начинаются ремонтные работы, по крайней мере, в районе улицы Спорта, в районе первой больницы, уже есть строители, уже видно, что ремонтируют. Так что это начинается. По мостам ждем, надеемся, вот уже эти дни, когда на самом деле ремонтные работы на Брасовском мосту, в принципе, ну, на мой взгляд, эти ремонтные работы затягиваются, потому что мы с вами до этого говорили, что половину моста нужно было уже начинать сносить, на этот снос уйдет недели три, и начинать строить половину моста. Пока я этого движения не вижу, давайте так я выясню, узнаю, в чем эти задержки, на следующей неделе расскажу и выражу свое отношение. Да, может быть, как раз об этом мы звонки наших радиослушателей, а другом добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Да, пожалуйста. Хотелось бы предупредить Рижскую Думу, что у вас срок до среды, решить вопрос своего замусора, если это не будет сделано, в четверг мы повезем мусор к зданию Министерства среды и развития. Я больше шестидесятков живу в этом городе, такого сральника с мусором не было никогда. Поэтому у вас срок до среды. Спасибо большое. Это, по-моему, замечательный вопрос, поскольку, насколько я понимаю, на сегодняшний гость хотел об этом говорить. Единственное, я еще раз хочу акцентировать внимание наших радиослушателей, что Рижской Думы, как таковой в понимании депутатов, нет. Рижская Дума распущена, и здесь у нас гость как эксперт говорит, а на самом деле ответственность за это несет те компании, которые вывозят мусор, выгодят тендер, ну и временная администрация. Давайте я попробую объяснить, я понимаю эмоции радиослушателей, но у меня просто просьба, стараться, извините, подбирать слова и не говорить немножко все-таки. Это радио, которое вы слушаете, на которое я пришел, оно довольно интеллигентное, наверное, в публичном эфире так не надо выражаться, ну, извините. Значит, на самом деле, мои полномочия в Думе закончились 24 февраля, и мне сейчас говорить сложно потом, я бы мог выяснить, в чем причина, если бы вы назвали адресы, можете, может быть, или еще раз позвонить, или написать на студию адресы, тогда можно было бы выяснить. Пока я вам могу сказать то, о чем меня информировал департамент среды, жилища, какая ситуация? 92% договоров с физическими лицами заключено. Те незаключенные 8% договоров, это примерно 800 физических лиц. Это значит, что это частные дома. С юридическими лицами ситуация немножко похуже, только 75% юридических лиц заключили договора, и эти 25% это примерно, в численном выражении, 1500 юридических лиц. Как мне объяснили, почему не заключаются договора? Ну, такая немножко странная, может быть, ситуация. Не могут найти этих юридических лиц, те, которые указаны, адреса их здесь нет, или они есть там, может быть, многие в Литве, да, не здесь, но, по крайней мере, они создались контакты. Далее, что я хочу сказать. Ну, например, по зонам тоже отличается. Например, четвертая зона, город разделен на 4 зона, там количество физических лиц заключенных договора составляет 97%. Правда, мне отсюда трудно сказать, может быть, там в основном многоэтажные дома, домоуправление, РНП, самый большой, у них 4000 домов, они все договора заключили. В чем зачастую возникает проблема? По закону, если у вас не заключен договор, мусор у вас должны вывезти. Но поймите одно, вы должны заявить и заявить той ферме, которая обслуживает вашу зону. Вывезите у нас мусор, и они обязаны его вывезти. Но если вы не позвонили той ферме, которая сейчас вас обслуживает, не старой ферме, а конкретной ферме, потому что город поделен на 4 зоны, ничего не произойдет. И в законе сказано, я думаю, что это вполне логично, что вы в первую очередь вот за вывоз мусора должны инициировать вы, те, кто создает этот мусор. Дальше их обязанность, этих ферм, вывозить. Если вдруг они на ваш телефон, на ваш звонок не отреагировали, не приехали, конечно, вам нужно об этом информировать. Сейчас происходит довольно много звонков, то есть это говорит о том, что, естественно, эта ситуация, не хочу спорить, не решена. Где-то порядка 4500 звонков проходят фирмы, которые звонят. Есть такие звонки, когда говорят, мы не хотим, чтобы вывозил этот оператор, а хотим, чтобы тот, который был до этого. Так не может быть. То есть еще раз, 4 зоны, операторы вывозят. Поэтому на самом деле у меня большая просьба, звоните, сообщайте. В принципе, мы говорили в начале недели с моим коллегой, бывшим исполнительным директором города, Юрисом Радзевичем, что мы бы хотели бы знать, на самом деле вот эти адреса, где в ней вывозится мусор, и может быть, на самом деле туда сходить, выяснить, поговорить с вами, обратиться к операторам и понять, в чем дело. Поэтому, если что, я могу еще раз сказать свой мобильный телефон. Пишите, звоните 29 25 44 99. 29 25 44 99. Я думаю, что легко запомнить. Позвоните мне вот хотя бы после этого эфира напишите, мы с вами поговорим, напишите адрес, я выясню, поговорю, да, но в данном случае больше, извините, сейчас я в Думе не работаю, в этом смысле, ну, я на той же стороне, где и вы, а не на противоположной стороне. Олег Буров, у нас сегодня в прямом эфире, я вижу, что много звонков, буквально небольшой перерыв, потом вернемся в студию, не переключайтесь. Да, еще раз добрый день, Олег Буров у нас сегодня в студии, давайте начнем вторую часть тоже со звонков, поскольку звонят по двум линиям. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день, Олег, добрый день, господин Буров, здравствуйте, меня зовут Виктор, я житель Межцемса, скажите, пожалуйста, у нас трасса гоночная в лесу, в субботу, в воскресенье гонки, рев стоит, в нашем спальном районе находятся четыре больницы, два пансионата престарелых, но гонки продолжаются, и этот рев, мы звонили во времена Ушакова, нам ответ был такой, старайтесь уходить из дому, что вы нам ответите, мы готовимся к выборам тоже. Спасибо. Спасибо большое, да. Да, вы правы по поводу двух пансионатов, правы по поводу больницы, но я скажу, что не главное это беда, потому что больницы и пансионаты находятся дальше, естественно, до них гул доходит, самое главное это ваши 602 серия, дома многоэтажные, которые рядом, я думаю, что так у нас получилось, как это было все создано, создавалась и трасса, которая в свое время была, по-моему, с ним память не изменяет, лучшая в Советском Союзе. Это что-то районники улицы Гиппократа, да, получается? Да, 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 и это была лучшая в Советском Союзе трасса, и на самом деле очень хорошая, но потом построили уже и район, и, естественно, эта ситуация ненормальна. Что здесь может делать Дума? Я думаю, что надо смотреть, совет выходить из дома, далеко не уйдешь. Это выглядит несерьезно, убегать из дома, особенно для людей старшего возраста, и тем, кого этот звук может раздражать, это больные люди, поэтому, ну, конечно, можно посоветовать еще идите на соревнования, да, и слушайте там, находитесь. Если говорить серьезно, конструктивно, я думаю, что надо смотреть, вести переговоры с ЦСДД, а ЦСДД является владельцами этой трассы, о том, чтобы ставить щиты. Вот я хотел... Это первое, ставить щиты. В принципе, здесь нужно, конечно, замерять децибелы, замерять уровень шума, проанализировать, что будет после того, как поставить щиты. Но есть разные вещи. Щит может быть на самом деле, ну, такой, какой он, как их ставят везде на трассах. Второе, что еще может быть, это деревья, это, например, больше туй высокие, ну, какие-то хвойные деревья, которые поглощают. Может быть, какая-то комбинация и того, и другого. Мне сейчас трудно вам сказать, я не хочу сейчас, ну, идти вот на этот уровень перед выборами, я вам сейчас буду все подряд обещать, я, ну, если вы не знаете, хочу от таких вещей дистанцироваться, но я думаю, что после выборов на самом деле мы можем собраться вместе с ЦСДД и поговорить на эту тему, как они реально, мы видим комплексное решение. Вообще, говорить об этой трассе, там все непросто, сейчас я скажу, полминуты не прошу, мы немножко другое. Земля, она является частной, принадлежит частным лицам и идет большой спор между частными лицами, которые хотят эту землю использовать по-своему и государственной структурой, ну, которая представляет ЦСДД, да, и все это доходит до судебных дел, так что там тоже ситуация непростая, но это другой вопрос. На самом деле, вот я думаю, что нужно посмотреть, нужно привлечь, может быть, Рижский технический университет, лабораторию, надо подумать, кто это может замерить, потому что вот одна вещь, которая у нас не сделана, у нас, сейчас я говорю не о вашей трассе или не только о вашей трассе, вообще про шум, шум, например, в центре города, от кафе, ресторанов, например, я знаю, у меня постоянно жалуются те, которые живут над Зирново напротив галереи Рига, когда там с утра на крыше шумит, ну, сейчас не шумит, наверное, потому что много что закрыто, да, там, кто Ганбей находится, и вот с самого утра включают музыку, еще ничего не работает, включают музыку, нет правил, нет правил, регулирующих вот этот уровень шума, то есть сейчас можно шуметь, полиция может прийти, только посоветовать, а не могли бы вы, да, и в принципе, на это, увы, по закону можно не реагировать и продолжать шуметь, вот это абсолютно неправильно, были приняты в соответствии в свое время правила, которые Конституционный суд отменил, поэтому здесь нужно изменение в законодательстве, я собрал такую группу юристов и сказал, что нужно обязательно инициировать эти изменения, извините, я, ну, по понятным причинам, поскольку этот срок работы был ограничен, да, это была не единственная вещь, которую я не успел сделать, но я хочу сказать, что это меня удивило, почему за все эти годы мы это не успели сделать, это тоже, мы об этом говорили с Данисом Турлайсом, потому что он возглавляет комитет, возглавил комитет по безопасности, именно таким вопросом обращались к нему, и вот у нас все это было осознанно и подготовлено, что нужно изменить, вот это обязательно нужно сделать, это большой минус. Да, давайте будем еще принимать звонки, добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте, хочу еще раз вернуться к вопросу мусора, в Эксенграве, машины стали вывозить мусор в 6 утра, в полшестого утра, МС-3, под окном стоят эти мусорные контейнеры, в основном жители этого дома люди 70+, как можно изменить ситуацию? Спасибо большое, ну то есть совсем ранним утром, когда все еще спят, я так понимаю, что вы записываете. Сейчас, да, те, кто видят на видео, видят, что я записываю, я знаю ваш дом, МС-3, так. А есть дом, которого вы не знаете? Ну, безусловно, есть, но МС-3 я знаю. Да, 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 МС-3, 6 утра мусор. Давайте я посмотрю, кто у вас, что у вас за оператор вывозят и сделаем это. Я выясню, потом скажу, если вы можете просто тоже скажите, как-то вы можете свои координаты передать, я говорил, свой телефон, 29-25-44-99, вы можете мне переслать. СМС-кой даже послать. Да, СМС-кой послать, какие-то свои координаты я вам просто потом сообщу. Да? Да. 612-939, телефон ремного эфира. Вот, да, Олег записал, я так понимаю, этот адрес. Говоря вообще о других, может быть, актуальных темах, я так понимаю, что у вас есть план или будет, или создается план вообще развития микрорайонов. Да, вот мы видим, что люди звонят с разных мест, но такие горячие там звонки, Мэшцэн, СМэгравис, но надо смотреть и концептуально о развитии вот этих микрорайонов, АПКМС, как их называют на латышском. Вот, может быть, несколько слов об этом? Я думаю, что сейчас, вот последние годы, начиная вот после тех выборов последнего созыва в 2017 году, появилось понимание, что нельзя работать не, фактически не реагируя на то, что говорят рижане, да, где-то зачастую это бывает наиграно и говорят, да, мы там работаем, вот, АПКМС это окрестности, да, в переводе на русский язык, и поэтому зачастую бывает центра района АПКМС, ну и пойди переведи на русский язык, чтобы вообще на самом деле было все логично, да, окраинности, окраина, центр региона, да, ну, на русском, мне кажется, надо выдумать что-то другое, недословный перевод, да, я на самом деле призываю, можно объединяться в такие организации, можно по-разному, есть разные, есть разные возможности, как объединиться, да, в конце концов, есть у вас очень многих в социальных сетях группы, там, и наша, и Монтай, и Порциемс, и все очень много, да, но что я хочу сказать, в самом деле, Абек, вы затронули, это очень важная тема, как развивать город, вот, по отдельным таким районам, и здесь, вот, есть эта идея, которая началась только в прошлом году, я даже не знал, скажу честно, что эта инициатива была, партия, где я состою, партия, часть служителей реги, ей занимался Радзевич, эта инициатива, были выделены, первый раз, 500 тысяч денег, на то, чтобы объявить конкурс, вот, среди вот таких районов, на проекты по благоустройству, и был конкурс, идея была, что может быть интернет-голосование, но это произошло, вначале это было только начало, не все там успели сделать, но речь идет о чем, идея у нас была следующая, что в следующих созывах, за, ну, скажем так, запланировать, забронировать какую-то сумму денег, это зависит от бюджета, но лучше, чтобы это было там, ну, например, не меньше, чем миллион, каких-то денег, которые можно распределять, по вашему решению, то есть, вы, например, ну, возьмем, например, Пурциемс, вы жители Пурциемса, пишете, нам нужно это, и сейчас, в данном случае, кто меня, может быть, там слушает оппонент, они скажут, ну, откуда мы знаем, какое у нас состояние сетей, мы же не знаем, а вдруг у нас там появится, провалится машина, там где-то, вот, как сегодня случилось на Гертрудс, я об этом не говорю, но есть какие-то вещи, которые вы знаете очень хорошо, что не хватает вашему району, ну, например, вашему району, как и многим другим, не хватает каких-то, где-то кармашков для стоянки бесплатной остановки транспорта, не хватает, что я могу сказать, это, конечно, в каждом районе, скамеек, где-то на красных линиях, вдоль улицы, чтобы можно было посидеть людям старшего возраста, пенсионерам отдохнуть, да, зеленая зона, деревьев, может быть, каких-то игровых площадок, то есть, вот какие-то элементы благоустройства, если вы это будете писать, и вот так вы будете выражать отношения, что нужно вашему району, Турическая дума могла бы на самом деле такие проекты реализовывать, и такие примеры у нас есть, например, по отношению к школам, готовя бюджет школ, по ремонтным работам, о которых я говорил в первой половине передачи, как мы делали с коллегами в департаменте имущества, у нас было техническое обследование, у нас было заключение, как мы считаем, по техническому состоянию нужно ремонтировать, и в то же самое время мы просили каждый год директора школы, заведующего детского садика, написать, вот просто, вот как, вот я женщина, без всяких технических обследований, я считаю, что нужно мне сделать, и люди писали, руководители вот этих образовательных учреждений, почему я сказал женщины, в основном это женщины, они писали, и дальше мы сравнивали, вот наши технические заявки с этими заявками, мы, в принципе, во многих, много, во многих случаях говорили, хорошо, вот если вы считаете, что это нужно в первую очередь, мы вас понимаем, вам лучше знать, вы на самом деле в этом здании живете целый день, да, мы это будем ремонтировать в первую очередь. Поэтому, здесь можно это сделать, это нужно. Очень много, что касается, что мне кажется, нужно взять в работу департаменту сообщения, мы часто, и об этом мы говорили в предыдущих с вами передачах, ну, например, мне нужно из Плявников попасть в центр города, пробки с утра. Что мы делаем? Включаем вейс и смотрим, как он нас проведет по внутриквартальным улицам. Мы едем по всем этим квартальным улицам, поскольку там возникают пробки, мы выезжаем на зеленую зону, мы где-то устраиваем, устраиваются скандалы, устраиваются, ну, на самом деле, всякие, назовем их инциденты, да, а может быть, просто нужно это проанализировать, можно посмотреть все-таки эти внутриквартальные территории, это для тех, кто там живут. И тут должны специалисты, транспортники дать по организации движения транспорта свои предложения, может быть, какие-то улицы сделать с односторонним движением. Вот здесь тоже нужно это оценить. Очень много, фактически, вот по каждой, вот такой апкой, по каждому району должна быть своя программа. Как мы видим? Благоустройство этой территории, и эту программу должны создавать, естественно, те, кто работают в ДУМе, вместе с вами, с рижанами. Поэтому вот этот контакт, он очень важен. Да, будем принимать звонки. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. господин Буров, я, к сожалению, не слышала передачу с самого начала. Скажите, пожалуйста, может быть, еще уже поднимался вопрос, но у меня вопрос по ремонту фасада в центре города домов. Действует ли еще вот так называемая финансовая помощь? Да. Спасибо большое. Скажу. И такое еще уточнение. Вот, если это начнет сам дом, ну, я имею в виду жильцы, сколько, как правило, занимает время на оформление всего этого процесса? Да, все, я сейчас все расскажу. Давайте, я сейчас все вам расскажу. Значит, эта программа существует с 2016 года, ее администрирует мой бывший департамент, и я эту комиссию возглавлял, которая принимала решение, поэтому я это очень хорошо знаю. Я сразу же расскажу, что вам нужно делать. Во-первых, кто может получить это финансирование? Может получить здание, или которое имеет статус памятника, или государственного, или местного значения, или находится на территории, которая является, ну, например, РВЦ, Рига-Свестурийский центр, с исторической зоной города, или какие-то отдельные исторические территории, исторических застроек, как, например, Каунцема, Пардаугово с территорией, ну, есть еще такие территории, или это буферная, так называемая, зона, как ее буферная называют народе, территория ЮНЕСКО, или еще отдельно, отдельные территории, то есть, например, раньше, пару лет тому назад, нельзя было получить софинансирование на Московский Форштад, как мы говорим, он не входил в эти территории, сейчас можно, то есть, эти территории расширены, это первое. Второе, дом может быть получить любой, вне зависимости, юридические, физические лица, на что? На крышу и на видимую часть фасада, во двор, можно только в том случае, если этот двор открыт, то есть, если вы, у вас ворота открыты, можно прийти, вот я, например, не живущий в этом доме, могу зайти, посмотреть на ваш дом, тогда об этом можно говорить, но в основном у вас всех ворота закрыты во двор, поэтому настраивайтесь на фасад. Две программы, одна программа на реновацию фасада, так называемая большая программа, не больше 20, 50 процентов финансирует Дума, но не больше 20 тысяч. Вторая программа, так называемая малая программа, не больше 50 процентов, но не больше 5 тысяч. Малая программа идет на реставрацию балконов, карнизов, отдельных архитектурных элементов здания, часто ее используют, больше всего, на фасадные двери, на отдельные окна, поэтому, например, бывают дома, которые вначале ремонтируют окна, потом фасады. Дальше. Вы, естественно, ремонтируя здание, ставите стеллажи. Вот если вы получили это софинансирование, вы освобождаетесь от этой пошлины на установку стеллажей, и это вы ставите бесплатно. Это вам, смейте, может стоить в центре города тоже несколько тысяч, ну, 2-3 тысячи в зависимости от площади и, конечно, стоимости земли, где вы это ставите. Так что это тоже одно подспорье. Кто реально подает заявку? Реально подает заявки. Юридические лица, физические лица подают очень много объединившихся жильцов, и это самая большая, ну, вот я могу сказать так, моя радость, потому что мы начали объединяться, люди, даже бывают такие случаи, когда друг за друга платят долги, потому что, ну, извините, если долги, по-моему, по налогам превышают 50 евро, ну, логично, если вы должны Рижской думе, вы не можете от нее получить софинансирование, да? Так вот, бывают случаи, что друг за друга платят как-то, да, там берут какие-то деньги, чтобы это сделать, да? Теперь дальше по срокам. Сейчас уже эти ремонтные работы проходят. Что вам нужно сделать на следующий год? Где-то, я думаю, в конце октября этого года, может быть, в начале ноября, объявят конкурс на следующий год. Читайте документы, приходите обязательно, выпущем от департамента, это на Вагнера 5, на 4 этаж, Бувьюса, Картошина, Спарвалда, говорите, там очень приветливые, отзывчивые, компетентные люди, они вам помогут подготовить документы. И пусть там, те, кто меня слушают, это не строители, где у нас конкурс, кому мы никогда не поможем, и где, понятно, и нельзя помогать. Здесь мы специально созданы для того, чтобы вам помочь, это все составить, и мы только будем рады, чтобы вы приходили. Значит, вы готовите эти все документы, подаете, их оценят, где-то в марте откроют конверты, примут решение, на принятие решения где-то уйдет, ну, я думаю, в мае примут решение, я уже говорю про следующий год, вы начинаете ремонтные работы, и должны ремонтные работы вы закончить, ну, примерно до начала ноября. Должна пройти полная плата. 4-5 месяцев. Ну, где-то перед ноябрьскими праздниками 100% все должно быть закончено, поэтому вам нужно заранее искать фирму, и фирму нужно искать, если у вас исторический фасад хороший, и все. Последнее. Значит, если у вас будет сделан этот фасад, и полная реновация фасада, декоративное освещение вы ставите, то вы потом подаете на льготы, на налог на недвижимость, 50% на 5 лет. Если у вас полная реновация здания, 75%, а если это деревянное здание, 90%, но в основном, я думаю, мы сейчас говорим вот о таких фасадах. То есть, такие большие скидки. Поэтому я хочу сказать, что происходит, и на самом деле вот этим проектом мы, я думаю, можем гордиться. Мы собираем деньги вот с тех нерадивов, домовладельцев, у кого здания превращаются в разваленные или деградируют внешний вид, и потом эти деньги возвращаются обратно как софинансирование Рижской думы и льготы по налогам. То есть, фактически у думы эти деньги не остаются, они возвращаются обратно, но в принципе в другом качестве. Поэтому обязательно приходите, говорите, смотрите, вам подскажут. Вся эта порядок согласования проектов, тоже если надо, все строительное управо, она тоже работает очень неформально, чтобы быстрее вам это согласовать. Больше двухсот, по-моему, восьмидесяти зданий уже приведены в порядок с такой программой софинансирования. Да, сегодня у нас раскалывался телефон. Я вынужден, наверное, извиниться перед теми, на чьи вопросы мы не сможем ответить. А мы уже... Уже перебрали по времени. Одна минута остается, один звонок примем. Да, вот мне подсказывает звук режиссер. Сорвался. Ну, значит, тогда вторая попытка. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Какое счастье дозвонилось. Здравствуйте еще раз. Господин Буров, скажите, пожалуйста, будет ли велодорожка от... по Бикернику? Потому что у нас единственный автобус, который курсирует, и велосипеды перевозят в нем. И автобус у нас редко ходит. Вот, это во-первых... Насколько я знаю, пока сейчас в планах этого нет, но вы абсолютно правы. Я знаю эту ситуацию, она должна быть в планах у нас, какие были велодорожки. Эта велодорожка вдоль Долгого спрома надо туда дальше провести, чтобы можно было ехать на велосипеде. Сейчас пока только она ограничена, как раз-то. И другая велодорожка... То есть, Бикернику. Долгого грива с Бикернику я запомнил. Олег, вы помните, еще один вопрос, по-моему, хотела наше радиосудие задать, если я правильно понял, да? Да, я могу сказать. Нельзя ли сделать платформу на остановке, именно вот по улице Бикернику, остановка Вебронес? Там привозят гальку, зашипают, мы там ломаем ноги, а платформы на остановке нет. И грязно. И грязно. Спасибо. Еще раз, какой адрес? Бебронес. Бебронес. Остановка Бебронес. Спасибо. Бебронес. Спасибо большое. Это... И он Бикернике, так я против. Бебронес. Спасибо, я узнаю. И на следующей неделе постараюсь ответить. Может быть, мы с этого и начнем, когда я отвечу на этот вопрос. Еще, конечно, мы ответим тем нашим радиослушателям, их десятки, на вопросы которых мы не смогли ответить. Все, я виноват, я буду говорить меньше. Да, Олег Бур.